Семья бобров угрожает электроснабжению региона. Неожиданная напасть обрушилась на Зеленогорскую ГРЭС-2. Бобры построили за пруду и плотина может не выдержать. Кроме того, несколько тысяч бобров по всему краю мешают железнодорожному снабжению и вредят экологии. Охотников призывают выйти на борьбу с этим, казалось бы, безопасным зверем. Собирался на охоту Артур Матвеев. Вот наше оружие. Вот такое, которое я использую на бобра. Прекрасное. ТОС-34. 1972 года. Юрий Ярцев не только охотник с многолетним стажем, но и, пожалуй, единственный в крае человек, который писал диплом по ареалу обитания бобров. Так что про этих зверей он знает не понаслышке и в этом году профессиональные знания пригодятся. Охотнадзор объявил мобилизацию краевых охотников. Свыше 13 тысяч особей бобров вредят краевому хозяйству. К примеру, возле Зеленогорска из-за бобриной запруды размыло железнодорожную насыпь. Бобров надо отстреливать, хотя задача, как признается Юрий, это непростая. Бобер-зверь ночной, да и взять с него по сути нечего, хотя мясо и неплохое. Прекрасное мясо. То есть, кто не знает, в принципе, от свинины не отличит. Если не знаешь, человеку не сказал. Что за мясо? Да бобер был. Да, то есть, вкусно мясо. Шкура не ценится никак. Сколько вы говорите? 600 рублей. Ну, смысла нету. Но вопрос, как говорят в охотнадзоре, не в шкурном интересе. На кону, как ни странно, безопасность региона. Бобры поселились на ГРЭС-2 у Зеленогорска. Построили там свою плотину, и теперь человеческая дамба может просто разрушиться. Бобры, семья, 4-5 особей пришла на этот участок, облюбовала его, и сделала плотину. Естественно, никто не рассчитывал на то, что вода может подойти с другой стороны. Любой подъем воды, он может оказаться на самой дамбе. И мы принимаем меры, чтобы от ребобров, скажем так, избавить ту местность. Но, к сожалению, приходят другие, и снова все повторяется. Они действительно строят плотины, запруды. Притом эти плотины могут быть 20-30 метров в длину, 4-6 в ширину, и до 2-4 в высоту. Для чего они их делают? Для того, чтобы там оставалась вода, всю зиму не замерзшая, и они могли там запасы пищи свои хранить. В том, что угроза вполне реальна, специалисты не сомневаются. С нашествием бобров необходимо бороться. Как говорится, регулировать популяцию. Отстрел этого зверя продлен до апреля 2014 года. Возможно, совместными усилиями бобриные угрозы в итоге удастся избежать. Артур Матвеев, Сергей Тебеньков, Новости ТВК.